Всем здравствуйте! Информатор сейчас находится на Житомирской трассе в районе 51-го километра. Здесь сегодня произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet влетел под Куру, которая стояла вот здесь на обочине на Аберике. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия. По предварительной информации у гражданина Молдавии, тело еще находится на месте происшествия. Уже ближе полететь нельзя. Здесь оградительная лента. Также на месте работает следственная оперативная группа. Машину Chevrolet уже эвакуируют. Сами видите, в этом состоянии автомобиль. Можно сделать вывод, что наверно на большой скорости летел водитель. Залетел под стоячую куру. Как рассказала сотрудница здесь придорожного КП, она в это время обслуживала водителя фуры. Когда услышан очень сильный резкий удар, выглянула, увидела, что Chevrolet влетел под фуру. К сожалению, водитель скончался. По данным полиции, патрульной, он был один в машине. Как я уже сказала, по предварительным данным, он является гражданином Молдавии. Неизвестно, что послужило причиной этого факта, в каком состоянии выводитель за рулем. Фура стоит до сих пор на рейке, как и стояло в момент происшествия. Попомню, что находимся мы в районе 51-го километра Житомирской трассы, недалеко от Галиновки. Здесь произошло смертельное КП, автомобиль, Chevrolet, влетел под фуру. Тело еще находится на месте происшествия, водитель, к сожалению, скончался. На данный момент эти причины ВКП еще устанавливаются. Следственная оперативная группа работает на месте происшествия, и также патрульная полиция. Но, как я уже сказала, официантка придорожного КП рассказала, что она в момент аварии обслуживала водителя фуру, принимала у него заказ и услышала резкие удары, увидела, собственно говоря, что произошло. Сами видите, что машина спереди смята полностью, все, что вообще у автомобиля не осталось. Передняя вся часть просто на изданку. К сожалению, водителя спасти не удалось. Оставалось только консультировать смерть. Он был один в машине. И, как я уже говорила, да, по предварительной информации об углу гражданина Молдавии. Более детальной информации пока личности погибших нет. Как только она появится, мы обязательно в этом укажем. В статье на сайте гимн-морботок. Вы будете за обновлениями. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. На данный момент неизвестно, в каком состоянии водитель будет за рулем. Тело еще его здесь находится. Автомобиль. Сколько нужно будет отвозать. Сами видите, что полностью разбит. Сейчас уже погрузили машину на эвакуатор. Будут возить место происшествия. На данный момент неизвестно. Как давно произошло, как выясним это у патрула полиции. Обязательно укажем детальнее все в статье. Вот, собственно, сейчас работают здесь правоохранители. Так понимаю, что приезжала с гора уже достаточно давно. Сейчас уже медиков нет на месте происшествия. Но не оставалось только донсатировать факт смерти. К сожалению, возраст приблизительный водителя погибшего тоже пока неизвестен. Дайте, кто только присоединился. Расскажу еще раз. Мы находимся сейчас на ЖКТ-трассе. Если бы точнее, на 51-м километре. Здесь произошло сегодня смертельное дотумфайос. В частности, мы были же коллеги, мы не бюро. Они сказали, что прилетел вот тут, например, по-любингу. Когда он был на аварийке, припаркованной стороной печи. К сожалению, водитель, когда как-то на убейший коллег, который сейчас уже возил, погиб на месте. Он был гражданином в Италии. Вот это говорили для информации. Как рассказала нам женщина, с лампом, в его кафе. Она в этот момент принимала заказ у водителя фуры. Как раз, когда услышала резкий удар, продвинула и увидела, что, собственно, произошло вот такое трагическое событие. На данный момент более детальной информации о личности погибшего нет. Это установят правоохранители. Как только появится любая информация, мы обязательно это укажем. Сейчас уже заканчивает оформлять ДТП. Убирают оградительные знаки. Произошло это недалеко от Калиновки. На Житомиско-трассе, на 51 километре примерно. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Тело погибшего еще тут находится. Водитель фуры сейчас в шоковом состоянии. С ним пока пообщаться не удается, потому что, видимо, болезненно очень пережил произошедшее. Автомобиль только что, буквально на самом деле, минуту назад у нас анаплаты. В принципе, можно сделать выручь, наверное, уже давненько произошло ДТП, если автомобиль воскакавший уже увезли. Фура, в принципе, сзади немного погрешена. Видно, до сих пор под фурой остались еще осколки и шмотки. Можно я туда подойду на минутку, покажу поближе. Ну вот, смотрите, могу только с такого расстояния показать. Вы видите, что отлетели части автомобиля. Водитель погибший еще также здесь находится. На данный момент, как я уже сказала, еще работаю правоохранителем на месте. Будут известны все детали происшествия чуть позже. Как только станет известно подробности произошедшего, мы обязательно все расскажем в статье на сайте Киевинформата. И будьте осторожны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, потому что сами видите, что порой это может закончиться такими трагическими событиями. Всем спасибо за внимание.